Забавное наблюдение. Высокие люди мечтают стать пониже, а низкие хотят чуточку повыше. Но правда в том, что и у тех, и у других есть свои сложности. Мы привыкли. Привет, подруга. Зацени-ка новую прическу. Эээ, прости, но лилипуд сегодня без стремянки. Хотя, постой, сфоткаю, чтобы сделать такую же. Кадр? Ещё кадр? Ну, почти получилось. Тебе очень идёт. Можем идти. Ай, ну откуда здесь взялась эта ветка? А ты, мелкий везунчик, свободно преодолеваешь все препятствия. Ну, должны же быть у моего мини-роста хоть какие-то выгоды. Ау, отражение, ты где? И на кого вообще рассчитано это зеркало? Я что, попала в царство гномов? Сгибать коленки, чтобы увидеть себя в зеркале? Серьёзно? Идея. Понадобятся небольшие зеркальцы. При помощи двустороннего скотча крепим его над большим зеркалом. И никаких неудобств и лишних приседаний. Краситься и приводить себя в порядок стало ещё приятнее. Можно и на прогулку. И какой толк от зонтика, если под ним нужно согнуться в три погибели? Кажется, мы делаем что-то не так. Ну-ка, мелкий друг, давай мне зонт. Смотри-ка, другое дело. Не капает? Отлично. А теперь мелкими перебежками под навес. Раз-два, раз-два. Время идёт, а рост всё такой же. Метр пятьдесят. Эх, неужели всю жизнь так и буду полторашкой? Хм, упражнение для роста? Это неплохая идея. Выставляем ногу вперёд и делаем выпады. А теперь ноги на ширине плеч, руками касаемся земли, шагаем руками, пока позвоночник не выпрямится и прогибаемся назад. Далее наклоны головы, не торопясь, аккуратно. А теперь руки к стене и делаем выпады в таком положении. Такие упражнения со временем растягивают позвоночник и улучшают останку. А значит, зрительно плюс пару сантиметров роста гарантированы. Если уж и быть малышкой, то только малышкой на миллион. Чай – это, конечно, хорошо. Но кушать всё-таки хочется. А в зоне доступности, как назло, не крошки. И кто придумал прятать всё самое вкусное на верхнюю полку? Ну ничего. Сейчас заберусь на стол и всё достану. И вот, когда до цели остаётся всего ничего, приходит подруга-великан и уводит тарелку с вкусняшками прямо из-под носа. Приятного аппетита, человек-гигант. Кушай, кушай, чтобы вырасти ещё больше и не помещаться в квартиру. Ну ок, чаёк так чаёк. Готовы к вечеринке? Ну уж нет. Что это за платье? Оно же должно быть по фигуре, а не висеть на талии мешком. Да и вообще, странный у нас какой-то дуэт. Как слон и моська. И справляемся. Приталиваем платье пояском. Рукава подкатываем до локтя. Осталось решить проблему с обувью. При большом росте больше подойдут изящные балетки. А при низком можно хоть каждый день носить каблуки. Идеальное сочетание. А теперь рассматривается дело принта в полоску. Стой, стой, стой. А ты уверена, что надела свою блузу? Может, стоит поменяться? Есть простое правило. Вертикальная полоска стройнит и удлиняет, а горизонтальная, наоборот, зрительно увеличивает объёмы. Главное не перепутать. Для следующей идеи берём кепку и банку от Пепси. Срезаем с банки донышки. Разрезаем. Закругляем край. И из ещё одной банки вырезаем ровную пластину. Вкладываем куски жести в кепку. В области макушки и под козырьком. Высокие люди постоянно врезаются куда-то головой. Но с новым защитным шлемом удары тебя больше не пугают. Да уж. И на кого рассчитан этот душ? На дюймовочек? Как под ним мыться-то? Решить проблему с помощью мыльницы на присосках. Приматываем её к ручке душа. И крепим к стенке повыше, на нужном уровне. Блаженство, кайф. Поездка намечается, что надо. Скорее занимаем места в машине. Эм, компактный друг. Поменяемся местами. А то ехать с ногами за ушами чуточку неудобно. Ох уж эти высокие проблемы. Так и быть. Запрыгивай на передние сиденья. И как тут может быть мало места? Как по мне, здесь даже просторно. Пора поливать цветы. Тебе немного водички и тебе. Эй, а ты куда залез? Ты же там засохнешь от тоски и недостатка полива. До верхнего цветка мне никак не достать. О, а вот и водонапорная башня. Поможешь? Конечно, давай сюда лейку. Всё-таки из низких и высоких может получиться отличная команда водолеев. Дай пять. Самое время поиграть немного. Как насчёт того, чтобы пройтись под палкой? Лимбо! Если ты низкого роста, условия игры – сущие пустяки. А вот высоким миссия невыполнима. И как вы это делаете? Как можно так выгнуться? Ну и хоть и ваши игры. Слава мини-победителю! Крепкий здоровый сон, тёплая уютная одеялка. Что ещё нужно для счастья? Жаль для кое-кого, это только мечты. Да уж, длинные ноги не всегда круто. Но не расстраивайся, решим твою проблему. Берём наволочку. Небольшую пуховую перинку. И липучку для одежды. Часть ленты крепим к одеялу. Другую часть к наволочке. Расправляем внутри наволочки перину. Цепляем её к одеялу. К кровати приставляем тумбочку или пуфик. Спокойно выпрямляем ноги и… Да-да, тебе не кажется. Укрываем их. Укрываем их полностью. Ножкам тепло и комфортно. Найти штаны по размеру, ни высокие, ни низкие люди о таком не слышали. Их жизненный статус в активном поиске джинсов нужного размера. А ведь можно просто скооперироваться. С одной пары брюк отрезаем лишнюю длину. Подшиваем обрезанный край. Кусочки штанин приметываем и подшиваем к коротким джинсам. Готовы. Какой оригинальный крой. Это новая коллекция от Кутюр? Кто-нибудь видел, куда я положила корицу? И почему у нас так много нижних ящиков? Ими вообще кто-то пользуется? Ох, нелёгкая эта работа рыскать по нижним шкафам. Спина затекает. Даже подруга с её низким ростом и та всё прячет на верхние полки. Ох, и забывает закрывать дверцы. Малышка, по-моему ты совсем распоясалась. Думаешь, раз ты не достаёшь головой до полки, то её можно оставлять открытой? Какая славная фотозона. Сделаем пару фоточек. Малышка, иди первый. Отличный кадр, меняй позу, улыбайся шире. Класс. Теперь твоя очередь. Хм, на твоём фоне фотозона теряется. Присядь немного. Ещё. И ещё. Вот так отлично. Замри. Отличные фотографии получились. Ну какой ценой? Понравились лайфхаки для низких и высоких людей? А какой у тебя рост? И с какими из этих проблем обычно сталкиваешься ты? Напиши об этом в комментарии. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы смотреть ещё больше идей для любых жизненных ситуаций на канале Трум Трум Селект.